Чего только не узнаешь, смотря по утрам нашу программу, Лада Елецкая узнала не так давно, что оказывается в нашем городе, друзья, может быть вы и не знали, есть тоже необычный музей, называется он музей рок-артефактов. Вы знали, что есть такое? Вот Лада узнала, сейчас расскажет нам все подробности. Скромная подворотня у технологического института. Старая непонятная железная дверь. О, запретная зона. Ну, дальше я английского не знаю, в общем, либо я на конспиративной квартире, либо в бомбоубежище. Ну, а на самом деле это пока еще никому неизвестный музей рок-музыки. Когда Анна впервые вошла в этот подвал полгода назад, она сразу решила, что здесь будет кладовая рока. Так как моя жизнь связана с музыкой, я вожу людей на концерты, поэтому у меня начала собираться коллекция, какие-то экспонаты. И вот я мечтала, что когда-то, когда-то я открыла свой музей. Я так понимаю, что появление этого музея, мы благодарны вот этому человеку. Он жив-здоров. Здесь много из его частной коллекции вещей. Это Олег Осокин, мой хорош знакомый. Благодаря ему нам есть что показать. Это костюмчик Шона, одного из основателей американской металл-группы Слипнот. Он первый предложил музыканту выходить на сцену только в масках. Считается, что они отражают внутренний мир человека. Любимец всех девушек планеты Милья Валла из пинской группы Кин. Папа Хэт из Металлики с его коллекцией медиаторов. Но это еще не вся коллекция. Каждый медиатор для настоящего поклонника является настоящим сокровищем. Чтобы его поймать, надо приложить большие усилия. Есть медиаторы Дипеппел, ВАСП, Мегадет, Слипкнот, Акцепт. Наша знакомая девушка встречалась с молодым человеком два года только из-за медиатора Ингви Маймстена в надежде его когда-нибудь получить. Но ничего у него не вышло, и пришлось с молодым человеком расстаться. А вот такой огромный медиатор бросал со сцены прямо в зрителей солист группы Моттерхэм. Но, к сожалению, перед самым Новым годом Лене скоропостижно скончался. Это сет-листы. Сет-листы – это список песен, которые музыканты пишут перед концертом, чтобы не забыть порядок их исполнения. И написанные не пойми на чем. То есть некоторые написаны на обрывке афиш, некоторые на приходном кассовом ордере, на какой-то бумажке. Матрешки специально подготовлены для автографов, на которых музыканты нарисовали сами себя. Например, Кит из Продиджи нарисовал свой автопортрет, а на этой матрешке целая группа Папа Роуч нарисовала свои забавные лица. Обычно на концерте музыканты выбрасывают барабанные палочки прямо в зал, и за такую палочку происходят настоящие бои. И вот в одном из таких боев удалось поучаствовать и мне лично, и удалось вырвать из рук финских фанатов палочку группы System of a Down и ее барабанщика Джона Домаяна. Тут вы можете увидеть барабанные палочки Слэша, Ингви Мальмстона, Смоки Рэйдж, Юрай Хип, Пэн оф Салвейшн. Наверное, самая ценная тут барабанная палочка Карман Айпис. Это барабанщик Ольи Осборна, и он входит в 50 лучших барабанщиков в мире. Ну и самый интимный экспонат – носки группы Rolling Stones. Приходите в музей.